Так ты беззубик, а мне казалось у тебя есть зубы. Как он это делает? Всем привет! Меня очень давно мучил один вопрос. Почему беззубиков тягивающиеся зубы? И как это работает? И никто никогда об этом не говорил. Ведь ни разу ни в мультфильме, ни в сериале не сказали об этом. Это странно, что даже всезнающий рыбьенок не пытался докопаться до истины. Но я знаю, что в природе ничего просто так не бывает. И если у дракона втягивающиеся зубы, то значит для чего-то это надо. Я сел за книги, еще раз пересмотрел мультфильмы, изучал строение зубов у драконов. Я пытался найти разгадку этой уникальной способности. И я выдвинул свою гипотезу, почему у беззубика втягивающиеся зубы. И самое главное, как он это делает и о ней, ты сейчас узнаешь. Ты узнаешь все про его зубы. Конечно же, это все можно объяснить очень просто. В самом начале Крис Сида Койл придумала дракона, у которого не было зубов. Потом один появился, но все равно выпал через некоторое время. Поэтому имя Беззубик вполне логичное. Но в мультфильме решили сделать дракона с зубами. И тогда имя Беззубик не подходило бы к этому дракону. А имя менять нельзя было. И вот тогда Дин Дебула сказал, а пусть у дракона будут спрятанные зубы. Удар кулаком по столу и точка. Вот так появился Беззубик, которого ты хорошо знаешь. И если тебя такой ответ устраивает, можешь дальше не смотреть это видео. Я знал, что ты останешься, ведь ты так же, как и я, веришь, что драконы существуют, что они где-то живут. Где-то там. В тайном скрытом мире. Для начала разберем, как Беззубик это делает. Что за уникальное строение зуба и десны позволяют дракону втягивать зуб внутрь? Во-первых, некоторые факты о зубах дракона. Ночная фурия – один из немногих видов, у кого нормальные зубы и которыми действительно можно пользоваться. Я не понимаю, как он ими жует. А как он ими откусывает. Такое впечатление, что не просто так, для красоты. Или для устрашения. У Беззубика 34 зуба. 16 на верхней челюсти и 18 на нижней. Вот эти зубы называются резцы и предназначены для чистки своей кожи и для захвата пищи. Потом два клыка сверху и два снизу для удержания добычи. Вот поэтому смертных хвата назвали именно так. У него очень большие клыки. Если попал к нему в пасть, то уже не вырвешься. Вот это маляры. Вообще они предназначены для пережевывания пищи. Хотя зачем они ему, ведь Беззубик всегда глотает пищу. Возможно, они также служат для захвата и удержания пищи. И все-таки я склоняюсь, что в Ночной Фурии зубы не обязательны. Ведь этот вид питается рыбой и дракон может ее захватить и деснами, а потом сразу проглотить. Я ни разу не видел, чтобы он ее жевал. Но об этом позже. А сейчас самое интересное. Как же он вот это делает? Вот так выглядит зуб дракона в разрезе. Сам зуб и десна. Зуб покрыт эмалью, которая, конечно, намного толще, чем человеческий зуб. И имеет совсем другой состав. Который должен выдерживать плазменные залпы. Внутри костная зубная ткань, которая называется дентин. И, конечно, в сердцевину по сосудам поступает кровь для питания зуба. Десна, хоть и твердая, но очень эластична. Ведь она должна менять свои размеры и форму, чтобы втягивать и вытягивать зуб. А вот здесь вокруг зуба находится самое интересное. Это мышечный мешочек, который удерживает зуб в десне и крепится к нему вот в этом месте. А сам мешочек прикреплен мышечными сухожилиями к десне. В обычном состоянии зуб находится внутри десны. Это естественное расположение зуба. Все мышцы расслаблены. И когда беззубику надо выдвинуть зубы, он напрягает мышцы и сухожилия, и мешочка. И зуб выталкивается наружу. И пока мышца в напряжении, зуб находится на поверхности десны. Причем сухожилия всех зубов связаны между собой. Поэтому ночная фурия не может выдвигать зубы по отдельности. Только все сразу. И когда в зубах нет необходимости, фурия расслабляет ротовые мышцы, и зуб возвращается обратно на свое место внутрь мышечного мешочка. Он полностью скрыт в десне. Предположительно, именно так у ночных фурии происходит процесс втягивания и вытягивания зубов. Но вопрос, почему это так, до сих пор открыт. Попробуем и в этом разобраться. В каких случаях ночная фурия показывает или скрывает зубы? От чего это зависит? Если изучить все моменты, когда дракон с зубами и без зубов, то это еще больше запутывает. Общей закономерности не видно. Хотя можно ответить, что если беззубик добрый и милый, то он все-таки прячет свои зубы. Теперь, почему же он так делает? У меня есть две гипотезы на этот счет, которые не противоречат друг друга, а дополняют. Ты наверняка слышал про теорию эволюции Чарльза Дарвина. Теория состоит в том, что каждый вид на Земле со временем меняется. Это все для того, чтобы выжить и переспособиться к окружающей среде. И если у беззубика такая особенность с зубами, то это только потому, что она ему нужна, чтобы выжить как вид. Но почему она появилась? Как эта особенность помогает выжить? Драконы Давным-давно, миллионы лет назад, когда драконы только зарождались, возможно, это было еще до динозавров, а возможно, примерно в то же время, появился и прародитель сегодняшней ночной фурии. Как он выглядел, сложно сказать, но это был мирный дракон, который был, возможно, огромного роста и мог выглядеть вот так. Сложно предположить, так как никаких останков ночных фурий обнаружено не было. Так вот, этот древний вид, назовем его Фуриус Дракониус, был абсолютно без зубов. Они ему не нужны были, он питался рыбой, глотал ее целиком и у него не было врагов, так как он был очень большим. У него были маленькие нефункциональные крылья и у него был плазменный залп, но не такой мощный, как сейчас. Это был очень мирный, милый и обаятельный дракон. Но со временем появились страшные драконы, которые были еще большего размера, и они стали врагами Фуриуса Дракониуса. Жизнь заставила его выживать. Этот вид начал эволюционировать, но он не стал увеличиваться в размерах. Наоборот, Фуриус стал уменьшаться. Помимо этого, он становился быстрее, маневреннее. Он начал летать, и его скорость постоянно увеличивалась. Плазменный залп становился мощнее и уже мог стать оружием для нападения или защиты. Эти все изменения, конечно, помогали ему выжить, но их было недостаточно. Фуриус Дракониус по-прежнему был мирным и любознательным драконом и совсем не выглядел грозным. И вот поэтому, чтобы стать грозным и наводить ужас на других драконов, у Ночной Фурии стали появляться зубы. Ужасный Аскал пугал его соперников. То есть, по этой теории, зубы Фурии нужны только для того, чтобы выжить среди других драконов. Поэтому, когда вокруг опасность, Беззубик показывает свои зубы. А когда вокруг тихо и спокойно, Беззубик милый и любознательный дракончик. Но это еще не все. Эта теория не объясняет, почему зубы втягиваются и вытягиваются. Согласно эволюции, они могли просто у него появиться, как и у всех драконов. Ведь нет ни одного дракона, у которого нет зубов. И Ночная Фурия единственный вид, у которого такая нестандартная челюсть. Но и это можно объяснить. Все дело в уникальном залпе Ночной Фурии. И кислородно-ацетиленовое пламя для подогрева своей лежанки и плазменный залп у очень высокой температуры. В центре пламени температура достигает 3000 градусов. Конечно, такое горячее пламя воздействует на зубы отрицательно. Но это не главная причина. Ведь у Змеевика самое жаркое магниевое пламя. Но с зубами у него все в порядке. Дело в том, что Беззубик использует газ-ацетилен, который постепенно разрушает эмаль зубов. А высокая температура пламени ускоряет этот процесс. Эмаль зуба на 97% состоит из неорганических веществ. Главным образом кристаллов гидроксиапатита. Модифицировано наличие магния, фтора, углерода и некоторых других элементов. А горящий ацетилен как раз разрушает эти элементы. То есть, если бы Ночная Фурия не имела такой возможности прятать зубы в десна, то они очень скоро разрушились бы. Но ты можешь заметить, что когда Беззубик стреляет своим залпом, он не убирает зубы. Все правильно. Потому что в десна он их не просто прячет, он их там восстанавливает. Внутри десны зуб находится в мышечном мешочке, состав которого насыщен магнием, фтором и углеродом. И пока зуб там, его эмаль насыщается этими неорганическими элементами. То есть, Беззубик может какое-то время и возможно даже достаточно продолжительное использовать свой кислородно-ацетиленовое пламя с высунутыми зубами. Но когда опасности нет, он прячет свои зубы в десна и восстанавливает эмаль. Ночная Фурия – это удивительный дракон, который обладает уникальными способностями. Но эти способности вполне логично можно объяснить с точки зрения биологии существ. Конечно, в строении организма драконов есть много еще неразгаданных загадок. Но и мы можем строить предположения и гипотезы. Сегодня я тебе рассказал свою теорию. И будут еще такие теории про других драконов и других существ. Пришло время узнать настоящую биологию монстров. Всем удачи и пока!